Виктор, как и многие мальчишки, каждое лето проводил на реке. Специально плаванием не занимался, но в этот раз решил попробовать себя в роли спасателя. Первое испытание, проплыть 200 метров, выполнил успешно. Во-первых, хотелось попробовать в этом отношении, как это все будет происходить, и вообще было интересно. Но, естественно, хотелось добиться какого-то результата. В этом году матросы-спасатели сдают экзамен не на привычном месте над сне, а в лосковском карьере. Специально для этого подготовили место, сотрудники МЧС обследовали акваторию и дежурили рядом на всякий случай. Сами понимаете, плохие погодные условия. Май был очень холодный, вода в сне не прогрелась. В лосковском карьере, особенно при поверхностном слое, градусов на 5 повыше. Поэтому решили попробовать здесь. Специально для этого было проведено водолазное обследование. Поэтому безопасное место для обучения. Сразу после 200-метровой дистанции, которую проплыли все 12 участников экзамена, ребятам предстало еще одно испытание – спасение утопающего. Задача – быстро доплыть до него и, обхватив сзади, транспортировать к берегу. Сейчас ребята выполняют, наверное, самое сложное задание экзамена. Достают тонущего человека со дна. Его роль выполняет манекен. Его необходимо поднять с глубины примерно 2,5-3 метра. Вся сложность в том, что он наполняется водой. И поднять его с глубины настолько же тяжело, насколько поднять обмякшее тело тонущего человека. Норматив для этого упражнения не более пяти минут. За это время настоящего утопающего нужно достать и реанимировать. Если не уложился в норматив, придется пересдавать. Ведь в реальных условиях это может стоить жизни человеку. Сразу после сдачи экзамена матросов распределят по пляжам всей области, где они будут следить за порядком в течение всего лета. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова